Меня зовут Сергей Ивашко, я главный редактор, эксперт на аналитической системе под названием Экспир. Система создана по заказу Минобранауки, но при этом морщиться с чем не надо, мы частная шарашка и работаем для того, чтобы вам было хорошо и нам было хорошо, и поэтому продукт, который мы сделали, он вполне рабочий. Но сейчас не об этом. Собственно говоря, почему мы появились? Потому что ответ на вот этот вопрос, который на самом деле достаточно прост, мало кто знает. И мало кто понимает, как дайбить деньги деньги, куда попрощаться, как и как потом сделать так, чтобы не было мучительно-бойно за полученные деньги. Буквально про себя пару слов. Я ученый изначально, химик, закончил симфаркт НГУ, аспиратура института физической химии и электрохимии РАН. Потом меня вштырило, можно сказать, я пошел в научную журналистику, создал отдел науки в газете РУ, участвовал с кучей научно-популярных проектов. В конце концов, понял, что... А, с этим отделом новых газет РУ я даже стал номинантом премии РУНЕТа. А сейчас, по-моему, даже там получил эту премию. Один номер. Создал после этого сайт Infox в составе команды. Мы тоже получили премию РУНЕТа. То есть такие популярные штуки дела достаточно. Кроме того, довольно-таки работал в отделе общества газеты РУ. Мои химические знания мне помогли. Я стал первым человеком, который узнал, чем отравили люди в Норгосте. Первым человеком в мире, который, как он сказал, заставил генерального прокурора подсудить эту информацию. Весело было. Но не суть. Суть в том, что, начиная с какого-то момента, я решил уйти в такую, так сказать, нишу научную журналистику и работать на чуть более целевую аудиторию. Создал сайт для урологов, профессиональный, закрытый, на котором у меня работал куча кандидатов, докторов, представителей. Они писали новости для урологов. Этих урологов в России всего 8 тысяч. Они все на этот сайт ходят, пользуются им. Сайт прекрасно работает. Теперь я создал сайт для ученых по заказам в Министерство образования и работая в компании «Малый». Можно вопрос задать? Да. Вы говорите, что химико могло шпилить фактически, полностью развернуться и частично расшириться в свои действия? Очень много интересного, очень много важного, очень много продвинутого, очень много, скажем так, сделанного в России на переднем крае науки. Но при этом никто про это не знает, а те люди, которые это сделали, не могут про это рассказать. И даже если они делают уникальнейшие, изумительнейшие открытия, это все тонет где-то буквально исключительно из-за культуры поведения, можно сказать. Потому что не привыкли люди делиться своими знаниями. Закрытость Советский Союз, кому чердишнее слово сказал, кто же сел. Правда, так и было. Если ты поперек начальству полез, то тоже лишился работы, тебя больше никуда не берут. Никакой перенятий у людей не было. Все привыкли работать тихонечко, молча, стоп. Ни с кем не общаться, никому ничего не говорить, публиковать минимум из того, что они сделали, а вообще ничего не публиковать. И публиковать в таком журнале, который для служебного польца, он не отгуляет только по кафедре в трех экземплярах, и больше его никто никогда не видит, этот журнал. И поэтому сейчас они идидают обидки в сторону Нобелевского комитета, так же так, мы на 15 лет раньше все это открыли, а вон там Нобелевского комитета какому-то гаду в 19-м ударе. Ровно по той причине, потому что про это никто не знает. Так вот, по поводу того, чем я занимаюсь, почему я вас сюда сегодня позвал, и почему считаю, что вам это будет полезно, и почему вы должны их им пользоваться. Потому что такой информации в России больше людей не собрана, потому что она бесплатна, потому что если вы ею воспользуетесь, вы сможете стать организаторами новых научных коллективов и создать свои лаборатории или даже институты. В этом ничего сложного нет, надо просто знать, как это делается. Это точно так же, как провести кислотный основной анализ по известной тебе схеме. Если ты ее знаешь, ты ее примедешь. Если ты не знаешь, как это проводить, ты никогда это не сделаешь, хотя схеме ей 300 лет. Так вот, мы поговорим буквально про несколько вещей. Сколько в России источников финансирования, денег, какие основные ошибки при выборе источников финансирования существуют, какие типичные ошибки при подаче заявки, уже после того, как выбрали себе источники финансирования, и какие вообще существуют виды поддержки, кроме финансов? Для того, чтобы пойти по первому пункту, я хотел сначала спросить. Студенты есть? Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, отлично, хорошо. Ученые, фундаментальные ученые, аспиранты, хорошо, раз, два, три, ну да, отлично. Прикладные, прикладники есть? Нет, инженеры? Нет. Мне это нужно исключительно для того, чтобы сориентироваться в том, какие деньги вам нужны. Меньги разные будут и выдаются на разные цели. Хорошо. Вам будут ли вопросы походу? Как угодно, можно походу, да, пожалуйста. Главное, чтобы, как это иногда бывает, когда я высказываю какие-то тезисы, выстраданные годами работой с теми людьми, которые подают заявки на различные гранты, субсидии и так далее. Главное, чтобы вы не обижались. Воспринимали на свой счет, да, обижались, нет. Потому что, скорее всего, вы мыслите точно так же, как те люди, которые совершали эти ошибки, точно так же, как мыслил в свое время я. Потому что нас учили, наверное, одни и те же люди. Ну, по крайней мере, люди одной и той же школы советской, да. И, соответственно, учили нас вполне конкретным вещам и не учили, потому что нужно для того, чтобы заниматься многое бизнес-действие. Вот так, скажем. Поэтому давайте примерно определимся в том, сколько в России источников финансирования и другой поддержки. Какие будут мысли? Ну, давайте, смелее тут. 20. 20. Кто больше? Частные государственные. Вам какая разница? Да. Вам шашки переехали? Вехали. Вехали? Сколько? А, кто как попросит, так и отчитаетесь. Это вы на бумажке, на книжке. Ну, скажите, примерно, сколько по-вашему? Сколько? Много. Ну, сколько? Ну, очень много. Сколько? Это вы так, честно, мечтали. Ну, так, 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 нет? Общее количество? Да, общее. А, общее? Общее. Ну, сколько вы не знаете, да? Больше тысячи. Известных только нам. Больше тысячи источников поддержки. Мы не все еще выяснили. Мы этим занимаемся примерно два года. Собираем эту информацию по России. Эту тысячу источников поддержки довольно сложно найти. Не потому, что она прячется, а потому, что те поддержки, которые она оказывает, они либо, скажем так, перманентные, и новостей от этих организаций не исходят, они не колышат информационное пространство, и поэтому вы их не найдете. Либо у них конкурсы и какие-то новые поддержки появляются там раз в год, два раза в год. И, опять же, они минимально колышат информационное пространство, вы опять их не найдете, да? Они где-нибудь в поисковой выдаче, там, на 528-й странице. Мы не доберетесь туда никогда. Поэтому, собственно говоря, мы и работаем. Поэтому министерство нам доказало эту работу. На первой стадии, когда мы попытались найти эти источники поддержки, надо сказать, что до нас такую работу проводила российская венчурная компания, и она нашла где-то порядка 400 источников, но две трети из них оказались разовыми конкурсами. То есть она нашла не источники поддержки, а поддержку. Краткосрочные конкурсы, которые стукли и исчезли, и все, больше их не было никогда. Поэтому, прежде чем лезть в то, какие бывают мероприятия, какие гранты бывают, какие конкурсы, какие существуют сервисы, вот самое главное, оно находится здесь. То есть понять, куда вообще нужно идти. Потому что, мы об этом поговорим чуть дальше, очень многие люди совершают ошибку уже на стадии выбора источника финансирования. Они идут ни туда, ни в тот источник. Денег не получают, даже при том, что у них очень качественная заявка, и кричат, что государство науку не финансируют. Поэтому нужно вам понимать такую простую банальную истинку, что просто эта информация тоже работает, и либо вы делаете ее сами, либо пользуетесь тем, соответственно, что сделали мы. Вот. Чтобы вы понимали масштаб этой работы. У меня работает порядка 20 человек. Это довольно серьезный день, да, на масштабе нескольких лет. И мы, скажем так, поскольку работаем массово в площадях, у меня люди работы загружены. Если такую структуру создавать в отдельном институте в каждом, ну, даже, скажем так, в четверо меньше, ну, сколько у нас в форме сейчас организации? 700-800, да, где-то так. Плюс еще ведомственные, там, Минздрав, Росатом, и так далее. Ну, скажем, полторы тысячи организаций. С каждой, если по 5 человек, это получается 7500 человек нужно для того, чтобы эту информацию исчезнуть. Это, конечно, никто делать не будет. Поэтому никто не знает, где источники поддержки. Потому что денег стоит. Где их искать? Опять же, для того, чтобы понимать, куда вращаться, мы создали такую табличку, где показаны стадии работы от фундаментальных исследований научных до буквально уже внедрения, до производства. Здесь, это довольно старая табличка, ее уже там 10 раз пора менять. Но она, по крайней мере, показывает основные, крупнейшие федеральные источники финансирования. Кроме того, кто может вне бюджета поддержать или вне финансового, скажем так, это развитие, как продвигать свою работу, кто ее купит в конце концов, какую работу, и какие главные проблемы нужно решать. На нулевом уровне, для того, чтобы понять эту картинку, для того, чтобы понять сему этой картинки, достаточно. Раз уж мы собрались с такой тесной компанией, хочу немножко при вас, скажем так, посмеяться над теми людьми, которые говорят о слиянии науки и бизнеса, о том, что наука и бизнес должны взаимодействовать. Не должны они взаимодействовать. Они вообще находятся на разных концах цепочки. И между ними существует порядка ну, 7-8 стадий, которые должна пройти идея, прежде чем превратиться в продукт. Вы должны эту идею проверить и получить научно-исследовательский результат. Это ваш мир. Потом вы должны этот результат понять, куда его нужно применить. Это отдельная работа, прикладное научное исследование. Потом вы должны понять, как вы его должны применить. Это отдельное исследование. После этого вы должны создать опытный образец. Это отдельная стадия. После этого вы этот опытный образец должны попытаться использовать там, куда вы хотите его применить. И понять, что в нем не так. И доработать, и конструкционно, и технически, опытно-конструкторские, опытно-технические работы, вот они вам все здесь, после чего уже начинается стадия коммерческая, скажем так, уже опытное производство, потом попытки внедрения там-сям, испытания на местности, серийное производство, серийное производство и далее, 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 вплоть до IPO. Так вот, вот эту цепочку у нормального ученого не пройдет никогда, и он не должен этого делать. Это не его работа, не его задача. Для того, чтобы вам включиться как фундаментальным прикладным ученым в эту цепочку, вам нужно хорошо выполнить свою работу. Вам нужно проверить идею, если это фундаментальная работа, и оформить ваш результат так, чтобы он был потом отчуждаем. Чтобы у вас на руках была документация, которую вы могли привнести, скажем, в какой-нибудь, ну, либо бизнес-инкубатор, либо акселератор, либо технопарк, либо, соответственно, господи, как водомой еще этот бизнес-реактор называется, да, где к этому вашему результату подключится маркетолог, предприниматель, который будет это все двигать, бизнес-гуру, и вот эти вот четыре составляющие, и ваши в том числе, объединившись и поделив уставной капитал новой компанией, дальше уже будут это все развивать. К вам будут эти оставшиеся трое, будут обращаться, если нужно что-то доработать, при этом вы будете владеть там частью этой компании и спокойно дальше заниматься своими мирами. Но для этого вы должны правильно все оформить и говорить с руководством своего института, что тоже немаловажная часть работы, именно за это вы их получаете потом в компании, да. Ничего, что я про деньги. Мне несколько человек в разных аудиториях говорили, что как вы так можете нам тут говорить, да мы на эти подаянии живем уже 10 лет, там 15, кто как. При этом люди не хотят проходить эту цепочку, не понимают, как оформить свои результаты, не понимают, зачем им нужно публиковаться, не понимают, почему из них требуют планы этих публикаций, не понимают, собственно говоря, почему они вообще должны думать о каких-то деньгах. Хочу вам открыть небольшой секрет. Наши государства полномерно переводят науку с зарплатного финансирования на грант. Вы, наверное, все это не себе так и не начали почувствовать, да. То есть это такой секрет, который еще не верит. Но при этом нужно понимать, что те люди, которые активно занимаются наукой и стараются выдвинуться на передовые позиции в своей научной области, и раз за разом повышая свои научные результаты, качество своих научных результатов и публикуясь в все более весомых журналах. Никто же от вас не требует сразу нынче опубликоваться, это же не серьезно. Ну, там ведь тоже не дураки сидят, они же такие же физики, химики, математики, люди и в министерстве, и в ФОНО. Поэтому они прекрасно понимают, что это процесс. И когда они, допустим, говорят о коммерциализации науки, они говорят ровно о том, что ученые должны качественно выполнять свою работу согласно мировым стандартам. И о чем будет. Чтобы потом можно было этот результат как-то применить. Чтобы отчет научный, который сделан по результатам этой работы, смог прочитать, что тут еще кроме автора этой работы. А когда там написано вот такими льва-николаевичевскими предложениями, непонятно о чем, какой смысл в этой работе. И ученые могут кричать сколько угодно про то, что наука убивает проектную деятельность, что она ее губит и как же они еще... А, там матерно было, не важно. Ну, это не совсем так. Теперь давайте, если по предыдущей части вопросов нет, тогда попробуем остановиться на типичных ошибках, которые возникают при выборе источника финансирования. Как я уже немножко про это сказал, самая первая задача, который перед... Самый первый вопрос, на который вы должны ответить, это какого типа задачи вы пытаетесь решить. Что это такое? Вы пытаетесь проверить идею, вы пытаетесь ее применить куда-то, да? Что это? В чем суть вашей работы с формальной точки зрения? Этот вопрос очень важен, потому что... Ну, скажем так, по статистике, да, где-то порядка 90% подаваемых заявок, поданных в те организации, скажем так, в организации, финансирующие другую стадию научно-исследовательского процесса. И если вот этот случай с научно-исследовательской работе, человек пришел в Роснано, выглядит комичнее, можете посмеяться над ним, это директор завода, он действительно пришел в Роснано. И очень плакался, что... Очень крупный завод, вот этот проект, плакался, что государство много не финансировало, что даже такой крупный гигант, как Роснано, ему, такому крутому директору, такого мощного завода, не профинансировал его, скажем так, желание проверить какую-то идею. Когда я ему объяснил, что Роснано никогда не будут не рефинансировать, человек, как понял, сконтачивался с научным институтом, они сформировали заявку на грант, выиграли и сейчас спокойно это все дело проверяют. У Роснано, чтобы вы понимали, очень простая функция. Они сами вызывают, ну и строим заводы. Все. Они берут готовую технологию производства, причем массового, уже отработанную в нескольких странах. Делают такой же точный завод в России, причем привлекают там финансированные половины из-за рубежа, ну или в России, если кто-то согласится, они не против. И просто строят заводы. Вот в этом и функция. Они находятся на самой-самой-самой последней столе этой цепочке. Чуть менее явный случай с НИРом или с ОКРом люди заходят в федеральную целевую программу исследования и разработки. Я недавно выступал в открытом университете Сколково и в стадии буквально вот взвелись четыре человека, когда я им рассказывал про несовершенство мыслительного процесса у ученых. Причем двое из химфака, один из института, где я проходил спирантон, и четвертый из института, где, собственно говоря, работает моя жена. В стадии давай меня зачем принадлежит за то, что министерство плохое, фоно плохое. Потом оказалось, что одного из них просто работает бумажный, загрузил шеф, а он в них готов не был. И получил, соответственно, кучу негатива и со стороны проверяющей организации, и от шефа, и обижен вообще на все начальство, на все фоно, на все министерства. А трое оказались представителями команд, которые зашли с чистым нером в программу, которая финансирует прикладные научные исследования. Причем они зашли, обманули государство немножко, скажем так. Предыдущая федеральная целевая программа использовала грантовую систему финансирования. То есть можно было сказать государство, государство, я хочу сделать что-то в этом направлении, дай мне денег. И государство давало. Вот так работает грантовая система. Сейчас федеральная целевая программа работает по системе субсидирования. Ты говоришь государство, государство, я хочу сделать конкретную штуку, вот эту. И я не просто ее хочу сделать, я ее сделаю. И дымы государства по большому счету не нужны. У меня на нее даже покупатель есть. Это сейчас называется инститеральный партнер. Государство говорит, мужик, твоя работа подпадает под наши приоритеты, мы готовы тебе половину компенсировать. Вот это механизм субсидирования. При этом, соответственно, если субсидия сокращается, как произошло в 2015 году, на 10% субсидии, с точки зрения государства, человек все равно должен выполнить свою работу, потому что он изначально закладывался, он изначально сообщал про то, что он ее выполнил. Вне зависимости от того, будут у него государственные деньги, не будет у него государственных денег. Просто с государственными деньгами ему выполнить это будет, ну скажем так, спокойно. И теперь люди, которые придумали себе индустриального партнера, и денег у них никаких, кроме государственных, не было, получив 10% сокращение, то имели вредный вид, потому что у них нет денег на то, чтобы свою работу сделать, они не могут отчитаться, их, соответственно, бьют со страшной силой, они получают кучу негатива, ну и спрашиваются, зачем это было нужно, если можно было пойти в правильный источник финансирования, спокойно получить деньги на то, что он что-то собирался делать, действительно, и сделать это. Вопрос есть по этому? Да. Давайте. ОКР, как опытно-конструкторские работы. Второй вопрос, про целевую аудиторию. Кто будет вашим покупателем? Ну, с точки зрения государственного финансирования, это вопрос поиска индустриального партнера. С точки зрения чуть более, скажем так, коммерческих старей, это вопрос целевой аудитории. Если вы собираетесь получать чужие деньги, то вы должны объяснить этим людям, кому вы собираетесь, кто будет пользоваться результатом вашей работы. Если вы этого не понимаете, если вы делаете это просто так, то делайте. Вопрос целевой аудитории очень важен, особенно он важен в плане научной популяризации. Мы сейчас с организаторами разговаривали по поводу существующих научно-популярных изданий. И хочу сказать, что за свою журналистскую деятельность, а я с 97-го года в научной журналистике, еще в времени жизни начинал, за это время где-то порядка 30-ти научно-популярных журналов, классных, красивых, красочных, очень умных, с суперавторами, рождались такие журналы и умирают. Просто потому, что люди, которые пытались их издавать, они танцевали от продукта. А кто будет это все читать, они не знали. Они говорили, что широкие массы заинтересованы, что у нас самая читающая сторона, что у нас все интересуются научной популяризацией, всем это интересно. Ну, интересно тогда на халяву, да. А покупать это уже другой вопрос. Свои деньги тратить особо люди не хотели. Именно поэтому спозиционировать свой продукт, найти того покупателя, который оторвет его с руками и ногами. Вот, собственно говоря, задача. В плане научных исследований, да, это вопрос выбора максимально авторитетного, максимально профильного научного журнала. Возможно. Почему нет, собственно говоря. Журнал, который вас опубликуют, журнал, который придаст вам максимальный вес, то есть чтобы и свою вывод отопрямить, и, соответственно, чтобы потом инвестициирование было как можно более высоким. И должен вам сказать, что это вопрос чисто технический. И не надо стесняться того, что вы пытаетесь себя продвинуть. Если вы себя не продвинете, то вас задвинут. Потому что себя будет продвигать кто-то другой. Хочу вам сказать, что государство каждый год выделяет деньги на различные научные исследования и прикладные фундаментальные. Если этих денег не получили вы, значит, их получил кто-то другой. Точно так же будет всегда до тех пор, пока вы не проснетесь и не начнете эти деньги стараться зарабатывать. И вопрос целевой аудитории, он всегда важен. Почему? Потому что если вы научитесь правильно оформлять свою работу и придете с ней в какой-то тот же бизнес-инкубатор, то для того, чтобы потом на основании вашего исследования сделали что-то стоящее, то вы по-хорошему должны будете дать хотя бы какие-то ориентиры людям, которые будут искать эту целевую аудиторию, чтобы они не абстрактно ее искали, а чуть более конкретно. Третья задача, которая перед вами стоит, это суть проектной деятельности. Вот то самое, что убивает ноуку. Все, что от вас требуется, понять и объяснить другим людям, что вы, собственно, хотите сделать, до чего вы хотите дойти, в чем цель вашего проекта, какие задачи на пути достижения этой цели вы пытаетесь решить. Задачи должны логически вытекать друг из друга, конечный отец должен быть понятен, конкретен, в формуле ZUGEMA. Типичная ошибка, из-за которой отклоняются заявки, люди не могут этого объяснить. Ну это же процесс, фундаментальная наука, это процесс. Никого не хочу обидеть, но те люди, которые придут исследовать исполнительные помышления на проектные, они станут через 5 лет фавори. Те люди, которые этого не сделают, им придется в конечном итоге любить. Либо они останутся на своих МНС в должностях, искатятся в них, либо уйдут из дома. Потому что это путь бесспроективный. Исследованиями можно заниматься всю жизнь. Вам никто не запрещает. Я занимался тонкими пленками, занимался криохимическими получениями, электрофизическими свойствами. Тогда еще монохимии не было. Просто кластеров различных металлов в органических матрицах. Это было очень увлекательно. Но при этом я совершенно четко знал, что для того, чтобы проверить, как будет вести себя тот конкретный металл в конкретной матрице, мне нужно 20 экспериментов. На этом мне нужно 3 бака, 3 диода с жидким азотом, тысячи часов работы насоса. Технические параметры, которые нужно просто спокойно, внятно описать для того, чтобы люди, которые будут выделять деньги на эту работу, поняли, чего вы хотите достичь, что вы хотите проверить. И чтобы они убедились, что в результате этой вашей работы не потребуются новые исследования, как это обычно пишут в наших фундаментальных статьях, а результат будет получен, вы либо проверили и подтвердили ее, либо проверили и опровергли. Вот результат вашей научной работы, которую вы вполне можете достичь, понимая, сколько вам нужно сделать. Я достаточно понятно объясняю? Да? Логично? Вот. И именно этот результат вашей работы вы можете обувлекать. именно поэтому фанатрия будет с ученых в научной публикациях, потому что закладывает в научную работу именно такой результат. Она, может быть, не очень хорошо это объясняет, но они пытаются. Они пытаются. И четвертая ошибка, соответственно, она оттекает и третья. То есть, если вы не понимаете, что вы будете делать, то вы не понимаете, какие ресурсы вам для этого нужны. Как только вы поймете, что вы хотите сделать, вы поймете, какие ресурсы вам для этого нужны. Вот эти четыре типичных ошибки, которые возникают при выборе источника финансирования. Еще раз говорю, эти банальности и несоблюдение этих банальных простейших требований приводит к тому, что 90% подаваемых заявок отклоняются. Это очень грустная статистика, к сожалению. И мне обидно за своих коллег, которые умнейшие люди, но при этом не могут оформить свою работу. Мало того. Опять же, исходя из нашего российского советского научного менталитета, исходя из закрытости тех данных, которыми ты владеешь, все, что я знаю, все мое. Никому ничего не скажу. Поэтому возникает проблема дивидирования полномочий. Не могут наши заведующие лабораторики нанять себе помощника, который будет им все это дело отправлять. Не могут себе выпить ставку в бюджете. Директора тоже не понимают, если только зачем это надо. Сейчас ситуация потихонечку начинает меняться. В институтах появляются замдиректоры, в вузах появляются проекторы по инновациям. Это вот те самые детки и тетки, которые понимают, собственно говоря, то, что я рассказывал. Они уже это все знают и они готовы вам помогать. Те люди, которые занимают должность проектора по инновациям, как правило, они очень-очень-очень главные будут ваши помощники. Они помогут вам и пробить это все, и научиться это делать. Если вы не хотите никому это поручать, вы хотите это сделать сами, это не бино у Ньютона. Это все довольно простые вещи. Это проще, чем ядерная физика, проще, чем термодинамика, проще, чем электрохимия, правда, проще, чем биохимия. Ничего сложного там нет. Эта система не рассчитана на гениях. Она рассчитана на внимательность, спокойствие, аккуратную работу, на методичное, планомерное выполнение своих обязанностей. Очень многие сотрудники научно-исследовательских институтов забывают, что они работают по большому счету на государство и работают в бюджетных организациях. И вообще-то по-хорошему работодатель имеет право не давать то, что делать люди. Если не согласны люди с этим, пусть ищут себя к другому работодателю. А то у нас как получается? Взаимоотношения ученых и чиновника. Ученые говорят, чиновники, мы будем делать, что хотим. Как хотим? Вы нам за это денег дайте, сколько мы хотим. А мы вам еще не скажем, что мы делаем, потому что вы ничего не понимаете. Вот если мы такую ситуацию представим себе на заводе, когда работник пришел и работодатель это говорит. Работодатель что с этим работником сделает? Правильно. У вас, в более привилегированных ситуациях, у ваших коллег, вас пытаются обучить проектные деятельности. Так, вот эти все четыре ошибки собраны воедино. Если вы даже правильно выбрали фонд, если вы все для себя определили, вы все равно можете не получить деньги. Можете не получить. Потому что, как правило, информация о конкурсах распространяется очень медленно, через третьи и десятые руки. Не всем ее сообщают. Пока она через десять рублей до вас дойдет, до конечных людей, которые будут заполнять это все дело, у вас останется один-два дня из месяца. Поэтому самая главная ошибка, которая приведет ко всем остальным, это вот торопливость. Из-за нее очень много проблем возникает. Невнимательно читайте апекс-конкурс. Из-за этого, собственно говоря, неправильно с точки зрения принимающей комиссии. Не вообще неправильно, а неправильно с точки зрения принимающей комиссии. Оформляется цель, задача, приборы, материалы и все остальное. Небрежность при оформлении заявки. Формальные мелочи. Забыли пронимировать, забыли прошить, забыли печать поставить, забыли подпись какую-то поставить. Поставили подпись не тем цветом ручки. Но за это, правда, сейчас там они ругаются, что мы все-таки стали таким хотим. Но есть несколько причин, по которым пока сложно идет утверждение цвета ручки. Да, и неправильная подача заявки. Неправильная подача заявки. Часто бывает так, что заявки можно подать и электронно, и в бумажном виде. Люди продают и так, и так. Одновременно ручут наверняка. Чтобы вот дошло до принимающей комиссии. Эти заявки фиксируются под разными номерами. Они до луки у нас совпадают и взаимо уничтожаются. И государство могут не финансировать. Причины, по которым чиновники не могут вам выдать деньги, если у вас неправильно оформлены заявки. Если вы что-то неправильно напутали, не ту цифру поставили, не в том месте что-то скопировали. Этих причин не очень много. Но они довольно важны. Они называются следственный комитет, генеральная прокуратура, счетная палата. Если чиновник выдаст деньги неправильно. Ну, конкурсная комиссия выдаст деньги неправильно. Хотя бы по одному более-менее приличному конкурсу, который, допустим, выделяют на каждый лот миллион вклад с 30 рублей. То это, получается, уже хищение, растраты в особо крупных размерах и соответствующее количество денег в соответствующем месте. Поэтому никто не будет себя подставлять ради того, чтобы вам жилось хорошо. Поэтому имейте в виду, что нужно к формальностям относиться, ну не то что с уважением. Вот как написано сделать, так и надо сделать. Если написано, чтобы было таким шерстом, значит надо таким шерстом. Если написано, чтобы были такие-такие-такие-такие-то пункты, значит должны быть такие-то, такие-то, такие-то пункты. И не должно быть ничего другого. Потому что с точки зрения государственных принимающих комиссий все, что вот вы пишете лишнее, оно скорее в минус идет, чем в плюс. Ну и по меньшей мере не учитывается. Это самый безобидный вариант, если уж не похожий. Могу сказать, что даже если вы все оформили правильно, если вы все сделали хорошо, если у вас хороший проект, вы по каким-нибудь причинам все равно можете не получить финансирование. Главное в данном случае быть, ну не то чтобы оптимистом, да, а даже может скорее фаталистом, да. Компания, в которой я работаю, она базирует примерно одну из четырех конкурсных заявок, которые подают. Там мощные разработчики сидят, они действительно сильные ребята, они делают хорошие вещи, но при этом часто бывает так, что кто-то там оказался чуть более специализирован именно в этом. Скажу вам даже больше. Во многих источниках финансирования существует двухстадийная система подачи заявок. То есть сначала вы подаете некое инициативное предложение, на основании которого уже конкурсная комиссия формирует плод, так сказать так, конкурсный. И с точки зрения государственных этих самых структур, они не придумывают темы для конкурса, они выбирают из тех предложений, которые им подают ученые. Если вы действительно хотите, чтобы конкурс был, скажем так, максимально профилирован под вас, то вы должны грамотно оформить инициативное предложение, уже это практически готовая конкурсная заявка по сути своей, по структуре. Подготовить грамотное основание и предложить его финансирующей структуре. Воспринимайте их как большого босса. Функция большого босса – это сказать либо так, либо сказать «нет». И для того, чтобы он сказал «да» либо «нет», ему должно быть на полочках все разложено. Причем так, как он хочет. Просто потому, что это большой босс, у него много денег. Если вы хотите получить часть его денег, то сделайте ему так, что сделайте ему красиво. Когда у вас будет много денег, вам будут делать красиво. Почему нет? Буквально позавчера общался с человеком, который в 2006 году продал свой бизнес за 100 миллионов и рублей. И сейчас занимается ровно тем, что я говорил, сводит вместе ученых, предпринимателей, бизнес-гуру. Все это объединяет в некие команды, дает им немножко денег и потом постепенно привлекает других инвесторов. Самый больший денег у них не флагивает, а просто продвигает их по пути коммерциализации. Ну и вот он этим занимается уже 5-7 лет, и сейчас у него первый выпуск, скажем так, продажи компании. Он с этого получит где-то в порядке миллиона долларов. Ему хорошо. Это для него небольшие деньги, но сам процесс ему очень нравится. И к тому, что вот это то, чем он занимается, это вот последние 5 стадий, до которых еще нужно дойти. Вот эта вот вся цепочка, она длинная на самом деле. Она длится там 10-15 лет. Поэтому, и когда вам говорят про то, что источники финансирования, эти все институты, все эти инфраструктурные образования, которые создаются на территории России, не работают. Это говорят люди, которые вообще ничего в этом не понимают. Потому что, если вы построили здание, они не могут работать. Это здание. Да, эти здания должны заселить люди. Эти люди должны создать проекты. В венчурной индустрии 90% фонувших проектов это нормально. 9 из 10 проектов умирают. Один из самых известных инвесторов в мире, Бог Дорф, он с ним разговаривал, он профинансировал, мощно профинансировал 27 проектов. Из них 20 он протрапился просто в хлам. Он раньше свой закладывал раз в 10, наверное. И он говорит, когда у меня умер пятый, что ли, проект или шестой, ко мне подошла одна из знакомых тоже инвестиционная дама и спросила, чем будешь заниматься. Ну, я ей ответил, он говорит, поеду все на ранчо, нажрусь, буду рыбу ловить. Она говорит, не-не-не, во что ты теперь будешь вкладываться? Вот так она спросила. Это очень сильно ему помогло. Никогда не теряйте оптимизм, потому что деньги в бюджете есть всегда. Но их никогда нет на все. И кто получит эти деньги, зависит, по большому счету, только от качества той работы, которую он отставил. Если мы возьмем даже вот недавно появившийся российский научный фонд, в котором первый год получали заявки, ну там топы, да, все говорят, все известные люди, там было сложно через них пробиться. Надо понимать, что год-два пройдет и топы закончатся, собственно говоря. А деньги будут выделять, потому что эти топы начнут приносить какие-то результаты, и фонду нужно будет поддерживать свой статус, нужно будет поддерживать и качество заявок, и результативность свою. Вот. И поэтому шанс справиться, он есть всегда. Являет очень наглость второе счастье. Да, это точно так же, как поступить в Московский университет. Нужно просто немного наглости и хорошо знать школьную программу. Больше не надо ничего в большом счете. Ну правда. Те задания, которые даются в наступительных экзаменах в Московский университет, они вот такие хитро вывернуты, но все в рамках школьной программы. Это правда. Они все в рамках школьной программы. Знать эту программу надо было с зубовкой, это правда. Но они за нее не выходят. По крайней мере, на письмах экзаменов. Проводственные они говорят. Там уже как преподаватель зависит. Но это не системно, что мы сейчас не рассматриваем. По поводу того, какие вообще существуют поддержки. Финансовое влияние в вашу работу – это, собственно говоря, только часть того, что вам нужно. Вам ведь наверняка для вашей работы нужны часто какие-то уникальные установки. Нужны какие-нибудь, если это биофармацистика, то биофимия, чистая комната, например, которая стоит очень дорого. Нужны реактивы, нужны люди дополнительные, нужны какие-нибудь там ЕМЭРские. Ну, было для чего в конце концов. И, по-хорошему, все это можно получить. Надо только знать, где посмотреть. Есть центр реактивного пользования. Есть, в конце концов, это реестр техмуникальных установок. И вы, как действующие ученые, по-хорошему, должны быть осведомлены, где стоит такая установка и что она может делать для того, чтобы в нужный момент, когда у вас придет в голову проверить что-то вот с этой стороны, вы не должны изобретать велосипед, а просто взять и воспользоваться тем, что уже создано. Что сильно облегчит вашу работу, сократит ее в десятки раз. Если мы говорим о дальнейшей, скажем так, о нейтримической части, о приклавных исследованиях, уже о коммерциализации, то те вещи, которые вы сделали, вполне можно коммерциализовать при помощи модного технопарка, бизнес-инкубатора, акселератора, индустриальные партии. Это все вложено в слово «инфраструктура». В принципе, чистые гонога тоже здесь же. Вы можете не просто так делать свою работу, а по госзаказу. Особенно, если вы занимаетесь каким-то прикладным исследованием, то нужно помнить, что каждый регион, каждый федеральный, и на федеральном уровне, и на уровне всего государства, и крупнейшее муниципальное образование, у них у всех существует потребность и в фундаментальных работах, и в прикладных, которые они хотят, чтобы для них сделали. Эти конкурсы объявляются постоянно, и никто не мешает их выполнению. Почему нет? Так что госзаказ – это не абстракция, это очень конкретные вещи. Например, когда закладывалось, планировалось, планировались новые ветки метрополитена, там все биологи просто пищали, кто знал про эти конкусы, просто потом отчасти прыгали, да, и получили огромное количество заказов, не знали, куда их девать, как справиться, и все-таки немножко делились со своими коллегами. Ну, чуть-чуть так, чтобы не поважно было. А, в принципе, никто не мешал этим коллегам самим пойти и получить эти заказы. Венчурная поддержка, собственно говоря, почему нет? Вместе с инфраструктурой и с обучением. Это вот, например, фонд развития интернет-инициатив. Какое у нас отношение к фундаментальным следователям? Могу сказать, относительно недавно я выступал в Институте водных проблем, и ребята рассказали мне про то, что они умеют в режиме реального времени собирать в видимо информацию о двух уровнях в разных городах и прогнозировать поведение этих рек. Все, это готовое приложение, пожалуйста, им могут пользоваться, я должен покупать, будут, пожалуйста, особенно в тех местах, где периодически случается затопление. И неважно, что оно нужно два раза в год. Люди будут знать, это как страховка, да? Вот она будет уйти. И все, ребята прошли в контур развития интернет-инициатив, и сейчас там, видимо, будут делать свой проект, если у них сейчас растет. Но сама по себе, чисто фундаментальная вещь, да? Вот знать, как там поднимаются и опускаются реки. Казалось бы, зачем это надо? Или с такой свойствием распространяется колорадский, где-то там в связи с хозяйством, где просто проигрывают. Или генетика то же самое, да? Сейчас у нас агропромышленное направление становится одним из приоритетов. Кстати, о приоритетах направления я вам бы сказал, да? Это вот вопрос об информационной поддержке. Чтобы вы понимали, куда вам имеет смысл двинуться, да? Что подстраиваться? Государство же не ведает деньги просто так. Для того, чтобы государство выделило деньги, работает несколько институтов. В этих институтах сидят ученые, которые думают, в каких приоритетных направлениях и существующих направлений развития надо выбрать, чтобы государство оставалось на плаву и впереди планеты всей. Как правило, выбираются там пять, семь, восемь, десять направлений. Сейчас их семь. Скоро в них включится агропромышленное еще тоже направление. Все к этому идет. Соответственно, развивать полностью все это направление очень сложно, оно очень обширно тоже. Поэтому внутри этого направления выделяются критические технологии, которые нужно развивать, чтобы это направление двигалось. Так вот, зная, как сформулированы эти критические технологии и зная про эти приоритетные направления, вам не составит никакого труда выбрать то, под что подходит ваша работа. И тем самым придать дополнительный ЕС в глазах принимающие решения организации. Опять же, к вопросу о правильном оформлении результатов вашей работы. Правовая поддержка? В общем, я не думаю, кто из вас знает этот правильный контент? Нет? Нет? А это должно быть вообще вам известно, потому что вы уже что-то делаете? Или как оформить, там, ноу-хау? Как зафиксировать результат вашей работы? Помимо того, что это какая-то публикация в научном журнале, как сказать, что вот это вот я сделал, и я могу это передать кому-то, чтобы он сделал бизнес и мне достигнул? Да? Есть специальные юридические конторы, которые в этом помогают. И создавающие государства. Опять же, если вам нужны какие-то люди, ну вы не знаете, где их достать, существуют конторы, которые могут вам помочь. Есть конторы, которые могут вас всему этому учить. И тоже бесплатно. Если мы говорим про Москву, то есть проект, который, опять же, министерский, да, называется «Универсариум». Там вот про проектную деятельность очень хорошо. Подробно рассказывают лучшие гуру буквально бизнеса. Люди с таким количеством нулей за спиной и с единичкой впереди, что страшно становится даже, да? Произносить эти цифры, не то, что смотреть люди в банке. И, да, если вы открываете свое малоинновационное предприятие, часто достаточно подредить какую-то там бухгалтерскую контору для того, чтобы она вела вашу бухгалтерию, а вы про это даже не думали. Ну и так далее. Этих поддержек, на самом деле, довольно много разных идет. Правда. И если вы и не будете пользоваться, то хуже от этого не будет никому. Вам будет только лучше. Опять же, если вы правильно себя начнете позиционировать, если вы правильно начнете себя продвигать, не только повысится ваш авторитет, но и у вас появятся заказчики на вашу работу. Даже не просто на вашу работу, а на те компетенции, которыми вы обладаете. Вот я, например, ну, чем я занимался, я вам говорил, да? Но компетенции, которыми я обладаю, да? Я, например, могу прекрасно понять вакуумный эскид. Вот такая вот компетенция. Которая может быть применима не только в преохибе. Например, или, соответственно, у меня стиль письма хороший. Из-за того, что эфимик, это непонятно, как правило, да? Но есть базы, в которых все это обсчитывается семантически, обрабатывается. И эта компетенция потом выдается уже по запросу работодателя-заказчика. Так, значит, главное взять, где посмотреть. Еще раз, вот уже в качестве такого рекламной ставки, да? Вот, пожалуйста, оберите, пользуйтесь. И если вы будете не просто пользоваться, если вы еще по-моему про это расскажете, будет вообще хорошо. У нас с этим небольшая проблема, опять же, связанная с нашим российским научным менталитетом, да? Люди, которые к нам приходят на сайт, которые нами пользуются, нам говорят спасибо. Вот, никому про нас не говорят, потому что нечего клада конкурентов. Могу сказать, что у нас каждый день на сайте публикуется 10-15 конкурсов. Представляете, сколько денег мы проходили, да? Даже себе здесь. Вот. Каждый день, да, мы узнаем про 15-20 конференций, причем узнаем про них в день, когда начинается регистрация на них, а не когда она две недели назад закончилась. Вот. Про конкурсы мы тоже узнаем день в день, да? Нет, не зря работают. Соответственно, основными источниками финансирования мы собрали подсказочки, куда как туда заходить, какие документики там нужны, и что они, собственно говоря, хотят от тех людей, которые туда заходят. Все эти подсказочки написаны научными нормалистами, да? В том числе и сотрудниками вот этой вот газеты, и сотрудниками газеты «Пост», и сотрудниками «Каташей». Не важно. Главное, что эти все подсказочки не просто понятны, но еще верифицированы в тех источниках, про которые они написаны. То есть там не только все понятно, но еще и все правда. У нас сидят эксперты, которые могут вас расчехвоздить по поводу научной составляющей вашей заявки. Есть эксперты, которые могут вас расчехвоздить по поводу формальной составляющей вашей заявки. У нас есть база проектов, реализованных за счет государства. Да, это очень важно. Я все время забываю ставить эту ошибку. Одна из типичнейших ошибок, когда люди заявляют, в качестве опускной заявки, то, что уже было сделано. То, что уже было профинансировано, что значит государство. И это мы не знали. Мы не знали вашей программе. Ну и опять же, та самая база комитетов, о которой я уже говорил. Кстати, по поводу базы проектов, и мы не знали, да. Если помните, был скандал с комиссией по борьбе наукой, когда представитель этой комиссии думал о том, что это анонсирует ее деятельность. В магазине «Друзей», кажется, мы не знали, да? Не помню точно. Услышал кто-нибудь, правда, сказал, да? Академик Александрович долго уплакался, что вот ему не сказали, что какой конкурс объявлен, но по-хорошему там должен быть в курсе. Если есть ученые, это в области деятельности, которой он занимается, то он, во-первых, должен быть в курсе, а во-вторых, должен был прочитать историю этого конкурса и понять, что он создавался не для работы в комиссии, а для информационного обеспечения деятельности, то есть немножко другие цели для этого конкурса. Но это такой частный случай, который показывает необходимость внимательного отношения к конкурсной документации. Там, как правило, все написано. Если там что-то не написано или вы что-то не поняли, не бойтесь позвонить. Очень многие ученые — интроверты. Им вот боязно позвонить. Они лучше ударятся, чем кого-то спросят. Это правда. У меня жена какая. У нас внешние коммуникации в семье ощущствляет я. Так что я, скорее, исключение исправил. Хотя мне пришлось долго бороться для того, чтобы стать этим исключением. Я тоже был такой же зашоренный, абсолютно. И могу сказать, что во всех финансирующих организациях, во всех приемных этих комиссиях, приемных шляжах сидят люди, оплаченные, главной задачей которых — отвечать на ваши глупые вопросы. Они могут на вас там поругаться, но ответить они обязаны, и они ответят. Вот люди, которые присылают нам вопросы на сайт Экспир по конкурсной документации, по заявкам, по отчетности, где-то 95 процентов ответов заключается в том, что мы цитируем им выдержку из конкурсной документации, две-три строчки ключевые, про которые они забыли на них посмотреть. И тремя-четырьмя словами объясняем еще своим, как это нужно сделать. В каких-то сложных случаях, непонятных случаях мы адресуем туда финансирующую организацию. И это правильно, потому что каждый фокус уникален. И правда, если вы что-то не поняли — спросите. Если вам кажется, что вы все поняли — значит, вы что-то не знаете. спросите, сходите, не поленитесь, там десять раз проверить. В конце концов, когда я, например, говорю тому же Грише Тарасевичу, главного редактора «Каташ Рейдингера» и «Летняя школа русского репортера», замечательный журналист, прекрасный человек, говорим «Грише, сходи в федеральную целевую программу исследовательной разработки, там есть мероприятие «Три-Три-Два», оно про научную пропагандализацию, оно как раз вот про ту школу, которую ты делаешь, а мероприятие «Три-Три-Один» — это про тот журнал, который ты делаешь. Опиши им свою работу, попроси у них дополнительное финансирование на своей работе, потому что ты же занимаешься этим, денег себе не собираешь толком. Ты же, если у тебя сейчас бюджет твой закончится, ты просто вылетишь в трубу. «Да нет! Да это косух! Да я не пойду туда!» И причем речь идет о немаленьких деньгах, там 20-20-30 миллионов рублей. Попробуйте для себя переформулировать, да? Поймите, что придется вам месяц, два, три, упираться в рога, побиться головой в стену, поплакать ночами. С первого раза может не получиться, там, со второго, с третьего, но в конце вы, допустим, получите миллион долларов. А? А какие миллионы долларов? Тогда уже больше не надо. Пожалуйста, вопрос об основании. Еще раз говорю, деньги выделяются, правда? Сейчас вот эти комплексные занятия, опять же, в этой же федеральной своей программе, далеко от нее можно не отходить, да? Или, допустим, фонд перспективных исследований, или фонд, российский фонд технологического развития, например. Много существует фондов на самых разных. Вот фонд развития, российский фонд технологического развития, например, знаете, что они делают? Финансируют, вернее, производство колес для болидов «Формула-1» команды «Феррари». Очень прибыльный проект, правда. А все потому, что какой-то материаловед придумал клевый сплав. И принес этот сплав, правильно отходил заявку, договорился с руководством института. Они нашли покупателя на этот сплав, да, соответственно, разработали технологию производства этих колес. Институт имеет с этого свою роль. Директор института доволен. Вот, как бы, все по-честному. А если нет составляющей, то эти цепочки хотя бы одного, она не сработает. И, соответственно, ничего не получится. Когда все составляющие есть, все получают свой дешевый, грубо говоря. Я вас долго уже, наверное, держал, поэтому хочу сказать спасибо за внимание и готов услышать ваши вопросы. У кого можно прийти и вы научитесь? Я, скажем так, у меня своя задача. У меня задача рассказать про те... Я не знаю, чего вас учить. Я вас в первый раз учу. Поэтому я могу вам рассказать про те возможности, которые есть и которые реально работают. То есть они проверены. У меня вся эта база, что называется, утверждена на работоспособность министерством. Мы там проверяем действительно с людьми или работает, или не работает. Если кто-то предстоит работать, то выкидываем. И дальше вы уже, определившись с кем, кто вам нужен, идете к нему. Либо, соответственно, если какие-то вопросы возникают, на базовом уровне, да, мы можем ответить я и помощники мои соответственно. Но, опять же, при этих структурах существуют, как правило, организации, которые занимаются профильной помощью в подаче документов в эти структуры. Потому что все прекрасно понимают, что людей этому не учили. Им надо с нуля готовить фактически. Да? Даже базовые какие-то вещи, я не понимаю, да? Вот грант от сусидий, например, не отличает. Ну, вот именно этим и надо научить человека. Потом он уже, например. Ну, это отдельные курсы обучения, пожалуйста. Они доступны, они, опять же, бесплатны. Все эти обучающие источники у меня там собраны. Выбирайте любой пузырь. Да, если вам там не нравится лектор на одном, лектор на другом. Кто-то может зрякается, кто-то там говорить невнятно. Кто-то там ненормативные лекции, которые иногда люди используют. Особенно, когда речь идет о тренингах, да? То есть не чисто медиалекция, а когда идет живое общение. Вот это часто, особенно и бизнес-трекеры этим грешат. Они иногда, рассказывая, например, о физличной жизни, вставляют цитаты из высказания директоров завода. То есть для того, чтобы понять, чему вам учиться, вам в целом сначала нужно... Чему вас учить, вам нужно в целом понять, чему вам учиться. Потому что у каждого свое время. Есть, опять же, если вы хотите научиться именно проекту предпринимательского мышления, то лучше всего пойти в какой-нибудь бизнес-рекубат. А вот вы, кстати, в каком институте работаете? В каком институте? В каком институте? Где вы работаете? В культурологии. В каком институте? Ну, это тоже небольшая проблема. То есть если вы работаете в частной организации, например, попадаете под понятие малого среднего бизнеса, и работаете на территории Москвы, Есть организация, которая называется «Малый бизнес Москвы», и у них, пожалуйста, целый штук, 40, наверное, образовательных курсов. Я сам бы опрашиваю, интересно стало, чему они там учатся. Да, действительно, там клевые преподаватели, настоящие, там из той же вышки приходят. То есть там можно получить очень качественное образование, совершенно бесплатно, и без необходимости платить за второе высшее или чего-то еще. Просто им бумажку пишет, что да, вот я такой-то, такой-то представляю, но не такой-то. Ну, простенькая очень бумажка. Это вполне можно играть. А люди, которые работают в НИИ или в ВУЗах, сейчас в прямых ВУЗах или в НИИ созданы свои бизнес-инкубаторы, и можно там прокачать свои скиллы предпринимательскими. А потом, когда до вас дойдет, что вы можете сорганизовать свой проект, какой-то, тогда уже можете идти в акселератор. Акселераторы не занимаются предпринимателями, они занимаются проектами. Они занимаются тем, что прокачивают проекты до той стадии, когда их уже возьмет какой-то мингвист. Но это уже пожелание. Каждый решает для себя сам. Либо вы занимаетесь своим делом и просто, что называется, продаете лицензию на пользование результатами, либо вы выбираете из своих результатов какой-то проект и двигаете его дальше. Вот сейчас предприниматели, которые занимаются, скажем так, инновационными разработками, они копаются во всем, что было сделано за последние 20-30 лет в России. Ну, каждый в меру своего понимания, что там ходит, каждый себе, и дальше уже эту технологию двигают. Здесь ковровой бомбардировок не получится. Вы не сможете продвигать одновременно 10-20-30 технологий. Сами это вас не получится никогда. Вы либо занимаетесь своей научной работой, либо делаете бизнес. Но в данном случае вам это все пригодится, да. Можно еще вопрос? Да, конечно. Вы, как бы, не были доктор осеивающие, вы видите, да, бизнес-парикактора. И, хотелось бы сказать, получите взять сферу вот эту, скажем, неких, да, где пушка науки, которую она дает, да, вот в этой сфере. Больше возможности для награждения финансированности, в видео пролеты такие, которые по-другому издевают науку, там, способствуют стимулировать кальтиуме, врученым, например, вот эти? Ну, тут вопрос в том, что вы хотите. Нет, возможности, они есть. Возможности есть. В бюджете многих государственных институтов развития заложены деньги на поддержку научно-популярных мероприятий или действий каких-то. Надо понимать, что научная популяризация – это не только медиа, и далеко не только медиа, и вообще это не столько медиа, сколько все остальное. Научная популяризация – это, в конце концов, там, какой-то личный, красивый, там, плакатик в каждом первоклассе, каждой школе, да, например. Или, допустим, там, те же фестивали науки, да, которые проходят, то есть какие-то встречи, мероприятия, да. Или, допустим… А вот, пожалуйста, вам пример научной популяризации в плане медиа. Компания, которая издаёт вечными тиражами один за другим, выпускает то человеческое тело, то части глобуса, и при этом ещё журналчики, да, какие-то к ним прилагаются. Что там написано в этих журнальчиках лучше не читать? Я попробовал, поэтому лучше не читать. Но, а дети и не читают, собственно говоря, это ничего. Они, вот, там, Артёма собирают, они глобус собирают, им интересно, они, там, странные глобусы изучают. Вот, например, вот целевая аудитория, пожалуйста, бизнес-проект, реализованный, да, он приносит прибыль. Это медиа, в конце концов, например, да. Или, допустим, опять же, из личной практики, да, проект, вот, про УРО, да, который я делал для УРО, проект закрытый, аудитория всего 8000, вот. Но у этой аудитории есть проблемы. Эта аудитория плохо разговаривает на близком ассистенте. А держаться в курсе надо. Ну, и в этом заинтересованы, естественно, скажем так, продающие фармацистические препараты компании, потому что им важно знать, что люди, к которым они обращаются, находятся в трендах, в современных, ну, в современных трендах и понимают, почему они должны выбирать их препарат, а не чей-то там еще. И ради этого они готовы там финансировать такие проекты. Вот вам, пожалуйста, еще один бизнес. Да. А для меня, как студенты, мне сейчас не интересуют финансированные миллионы проектов, а для меня интересуют финансированные стажировки, например. У вас есть информация? Есть. Есть. Во-первых, все ведущие университеты мира каждый год два раза в год, обычно это февраль и июль, когда вы либо на каникулах, либо на каникулах, объявляют стажировки на следующий год. Ну, в феврале, соответственно, с сентября, т.е. на первый год следующего учебного года, а летом, соответственно, на второй год следующего учебного года. все ведущие университеты мира. И вы можете пойти двумя путями, да, либо подписаться на стажировки здесь, либо выбросить в университет и подписаться у него там, да, и получать. Это, во-первых, это профинги. Во-вторых, все посольства всех государств, находящихся на территории Российской Федерации, каждый год раза два или три приглашают несколько сотен каждое посольство студентов себе в страну, просто познакомиться. Поездить там на пару недель, посмотреть страну, попрактиковаться в языке, потом, может быть, кто-то там приедет, останется, ну, или вообще сформироваться имидж, хорошие. Опять же, такие посольства выступают проводниками приглашений на различные международные форумы студенческие. Ну, они, как правило, там, общественно-политические, или там, экологические какие-нибудь. Ну, в данном случае это не так важно. Или, опять же, научно-популярные журналисты, да, там, международное сообщество научных журналистов периодически устраивает конференцию и сообщает об этом, и звонит обо всех колокола. Вот, приходите, пожалуйста, попробуйте к нам приезжать. Немцы очень любят, кстати, у них очень сильная научная журналистика, и они часто приглашают и Германское общество академических органов, и Центр Гёта. Они очень любят российских научных журналистов приглашать к себе. Причём они предпочтение отдают именно не прошлым людям, то есть тем людям, у которых есть какое-то нормальное образование, допростятанные журналисты, но 400 человек, которых я спросил, чем учат на жуфайте, мы сказали «Угу». Это моя личная статистика. Кто-то может её оспорить, спросим 3400 человек. Да. Вы вот в силу своей профессиональной деятельности комментируете с различными фондами и людьми. Мне интересно, вот в рамках представленной вашей карты проектов есть, на ваш взгляд, то, чего не хватает? Потому что вы говорите, что всё можно получить. Всего не хватает. А можете перечислить и сделать на этой вакцину? Чего конкретно не хватает? Какие пробелы, чтобы туда пробовали от себя лично? Боюсь соврать, но чуть ли не треть бюджета 2014 года Минэкономразвития было вынуждено вернуть обратно в казну. Треть бюджета заложено на инновационную разработку. А там очень удобно. Потому что финансирование коммерческих стадий – это не фундаментальное исследование про финансирование. Там заводы строить надо. И конструкторские разработки, опытные, технические – это очень дорого для всех. – Что касается коммуникации в этом во всём, в этой карте? Есть какие-то пробелы на обществе? Я понимаю, что вы сейчас представляете площадку, которая решает отчасти этот вопрос. Я пытаюсь в вашем мозгу, в вашей голове нарисовать общую картину. Потому что часто люди, которые представляют какие-то источники финансирования, они говорят – а у нас здесь красненькая, у нас клёво. Другие говорят – у нас тут синенькая, у нас клёво. А то, что это картина рассветок, никто из них не рассказывает. В данном случае мне важно, чтобы вы поняли, что цепочка вообще существует. И она замыкается в порядке. В этом случае, не поймите меня неправильно, но я в данном аспекте горжусь, можно сказать, «АвтоВАЗом» за то, что они, потратив порядка 15 лет, всё-таки выпустили более-менее приличные автомобили. Вы себе не представляете, сколько денег они в него вбухали, сколько они туда вложили разработок, сколько они инвестировали для того, чтобы их это получить. Это процесс. Они развиваются. Они развиваются, у них уже есть рынки сбыты на эти автомобили. Они там покупатели нашли, даже и в Европе начали их покупать. Ну, правда, они покупают. Потому что это уже проходит по европейским стандартам. Их можно ввозить в Европу. Нормально, всё, хорошо, работаю. И это дешево. То есть, извините, я не до конца ответил на ваш вопрос. Я бы всё-таки спросила больше конкретно, что вы видите, не хватает вот этого во всей структуре, как бы ещё? Очень много, чем не хватает. Эти части цепочки друг друга часто не видят. В данном случае мне важно, чтобы вы не искали кого-то абстрактного. Мне нужно, чтобы вы искали кого-то конкретного, чтобы вы сформулировали себе свои задачи и нашли следующую цепочку. Если хочешь. Всё. Больше от вас на данном этапе ничего не требуется. Чтобы вашу работу кто-то, ну, приобрёл… Я сейчас спросила вместе со стороны того, кто… Инфраструктурно таких цепочек там мало очень. Они, ну, скажем так, типичное поведение учёного фундаментального инженера у нас в России нет. Инженеры на это дело себе отражают, говорят, что фундаментальный наук умерла. Вот. Каждый в своём болоте. Конструкторы… Конструкторские бюро, про которые все считают, что их не существуют, говорят, где все эти люди, приходите к нам, мы вас ждём. Вот. Заводы стволут, им нужны какие-то готовые решения, которых им никто не предлагает для того, чтобы производить. Вот. Они бегают. Чуваси-то все ругают. Им устроить нечего. У них нет готовых технологий производства. У них нет готовых решений конструкторских заводов. И инжиниринговые компании, они только-только сейчас начинают двигаться. То есть, как бы, система медленно вбивается, вот весь этот процесс. Это основная проблема? То есть, вы фактически сейчас специалисты, что процесс есть, можно увидеть, как бы… Процесс есть. Но вся система, получается, слишком медленно вбивается по кускам. Правильно я понимаю? Да. Давайте намудок глобально и локально. Вам не нужна вся система. А я сейчас глобально больше спросила. Сколько записи системы? Просто ваше мнение. Ну, здесь можно рассматривать с позиции стакан на полный куск, на стакан на полный пол. Есть цепочки полного цикла? Есть. И хочется больше? Хочется больше. Есть отдельное зрение несреднённости? Пруд-прудить, пожалуйста, очень много. Вот среднюю температуру по больнице сложно вывести. Я знаю, например, предприятие полного цикла, где полностью вот от мира и до производства всё в одном месте в таком пластике. таких может быть четыре, наверное, уже в России. И будет больше. В этом смысле очень хороший пример дало Сколково. Она вообще показала саму возможность создания таких пластов. Что государство это поддерживает и что на результате этого получается что-то дельное. Люди, которые ругают всю эту инфраструктуру сколковскую, они очень хорошо манипулируют. Ну, наверное, тоже умеют манипулировать со статистикой, да? Живутные люди, значит, умеют манипулировать со статистикой. И они тоже умеют. Фонда Сколково, опять ли, за это время нормальный бизнес-процесс вот с выходом на величину, там, ну, не успеешь просто построить. Ну, не получается, да? Когда он всё медленнее всё делает сам. При этом у них уже есть какие-то результаты. И само формирование такого фонда, формирование технопарка, открытого университета, бизнес-школы, вот это всё вместе, вот этот весь замес, он показал саму возможность создания таких фонда. И они начали создаваться. Сейчас Сколково уже не самый крупный фонда. Далеко не самый крупный. Просто самый известный. Остальные тихонечко работают. Калуга, Казань, Алтайский край, Анасибирск, Владивосток. В Москве эти тихонечко тоже подтягиваются. Ну, чуть-чуть не как местного права, но вообще. Синобизм сейчас преодолеется, но через полу лет что-нибудь образуется. В Москве, например, 42 технопарки, причём не специализированные технопарки, где можно спокойно свои цели что-нибудь сделать. В Подмосковье созданы научные парки, в которых есть центры коллективного образования, в которых можно пользоваться установками, которые там есть, и лабораториями, которые там есть. Можно прямо зайти туда и стать шефом лаборатории. надо только в днях там сказать, что ты делать хочешь. Они готовы. Им выходы хорошие тоже нужны. Ничего в этом невозможного нет совершенно. Если ты понимаешь, что ты делаешь, когда ты двигаешься, ты, может быть, там не получишь Нобелевскую премию. Но через 15 лет тебе будет не нужна Нобелевская премия, потому что у тебя зарплата будет такая. В месяц получать. Такие примеры тоже есть. Да, там, например, пунктрейд, наверное, наших мегагранщиков российских, да, они приехали сюда чисто разную страну поддержать. А так у них там все хорошо. Очень отличная зарплата. И не потому что они работают за рубежом, они с таким же успехом могут продолжать свои исследования и в России. И они продолжают их. И заводят за собой те финансирующие организации, которые финансировали их там. Просто потому что это умные люди. У них хорошо организована работа. Они знают, какую цель хотят достичь. И те люди, которые финансируют, они знают, как результат этой работы потом применить. Этой гениальности тоже не имеет никакого отношения. Это просто хорошо спланированная работа. В результате которой все получат свои выгоды. Даже конечных потребителей. А можно на конкретном примере? Давайте это остановить. Вот у меня был такой опыт, скажем, год назад. Во время отпуска я провел вопрос к ученым, да, какие с одним годом остыли в полугода, скажем, где вас будет самое интересное в вашей научной области и в смертных областях. Вот. Провел вопрос. Вот Санкт-Петербург собрал с разных стран, много от России. Вот. И собрал вот эту борьбовку самых интересных ответов. С экспериментальной какой-то интересной, почему правда. Техно-молодок. 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 Ну, получил довольно много отзывов. И в основном представительные, что очень интересно. Подолгайте, мы за члены. Вот такая средств индивидуальный вид. Вот. Все такое. Дальше. Я думаю, хорошо, значит я забыл вот, если у вас самоинтересно, о том заботы и все, у меня все работа и я просто могу так делать. Я думаю, хорошо, если кто-то по финансирует, я могу им не уйти, но кто-то заниматься. На порталах я успеваю. Вот. То есть, понимаете, кому-то это интересно. Кроме вас? Ну, кроме меня и тех ученых, которые я буду, допустим, рассылать и я это делал официальный новый, самому для этого антируя. Это в этот виде. Да. Значит, надо найти в того, как и будет. Чего вы хотите достичь на вопросы? Просто рассказать людям, что они думают? Что думают их коллеги? Ну, это коммуникация от них. То есть, они могут, как бы, начать, чем живут другие, да? Ну, коммуникация – это средство. А цель какая? Цель? Ну, цель. Ну, во-первых, это не только интересно для широкой аудитории, так просто. Не, неинтересно. Неинтересно. Это неинтересно, действительно. Неинтересно. Людям интересно читать про себя. Может быть, им интереснее, чем про себя читать, про своего соседа, а про того, кто живет в соседнем доме, уже не очень интересно. Это еще американские журналисты, еще 50 лет назад установили. Я просто сказал, как был ученый, они точно были интересны. Ну, в случае, у них даже не так. Они уже более себя не чувствовали, это я понял. Мой учитель географии доводил меня до белых коллег и весь наш класс с вопросом, а зачем? Двадцать раз могу его повторить. Чего вы хотели достичь? В чем цель вашего стояга? Вопрос, конечно. Ну, я не призываю вас сейчас на него отвечать, это сложно, правда. Это требует переосмысления концептуального вообще своей деятельности, может быть. Потому что, еще раз говорю, если хочется сделать что-то просто так, делай, почему тебе кто-то за это должен деньги давать? А если ты хочешь сделать что-то за чужие деньги, значит это должно быть интересно тебе и тому, кто эти деньги дает. Это логично. Не знаю. С точки зрения государства, государство свои там приоритеты высказало. Оно хочет, чтобы развивалось в этих направлениях. Развиваетесь? Да. Нет, нет. Вот. Частные структуры тоже. Они, фонды, они финансируют очень конкретные направления деятельности. Заточенные, как правило, один под биотехнологии, другой под физической химией, знаете, что-то еще. Проект «Космолуп» наверное, знаете. Вот как он вам? Он интересен? Вопрос в том, кто за него платит. Ну, не знаю. Насколько вот такой проект они находятся на цене? Ну, вот они перебиваются там по субсидиям, да, и, насколько я помню, они на 40% окупаемости. Ну, сложно. Потому что у них… Я Юра очень уважаю. И работа, которую он делает, она фундаментальная, можно сказать, да? Вот. И контент, который он делает, он тяжелый в плане производства. Даже несмотря на то, что у него там только говорящие головы. А говорящие головы – это страшное, с точки зрения телевизионщики. Это самое неинтересное, что может быть. Говорящая голова у мужчины. Все. Это смерть телевизион. Правда. У него все такое. У женщины, наверное, да. Хотя там люди, которые там выступают периодически, там те люди, которые меня учили, там мои коллеги, там бывшие, да, друзья. Но все равно, вот с точки зрения смотрибельности – это кошмар. Да. Ну, сейчас новый проект запускается. Как бы для более широких масс, траткие сроки, как обучение. Ну, то есть для участников платы достаточно. Платные для широких масс. Ага. Ага. Да. Да. Правильно. Правильно. Я надеюсь, он посмотрит эту лекцию. Ну, правда, 30, но очень популярных журналов с номерами у меня на глазах, которые были для широких масс. Потому что вот широкие массы, они оценят, а мы сейчас сделаем клевый продукт, и люди потянутся. Вот под эту фразу я убил два года, делая клевый научно-популярный журнал, и прошу вас не повторять такой замечательный опыт. Это, правда, тяжело осознавать, что людям не очень интересно то, что ты делаешь. Что ты не нашел тех людей, которым это интересно, что ты не сортимизировал свой продукт тем людям, которым это интересно. Сейчас говорят, что интернет людей испортил, что они стали обыдляться. И что потом? Мой папа, работая РВЭКОМом, плакался, плакался своим коллегам, сидя у нас на кухне, районному суде, генеральному прокурору, начальнику отделения, начальнику милиции района. Вот они сидели у нас на кухне, культурно отдыхали, делились мнениями. Папа плакался. Что он не может выполнить? План по призыву. Не потому что люди откажут, а потому что они не проходят по дебильности. 80% призывников дебилы клинические. Им даже корову хвосты нельзя доверять крутить, потому что они торгуют еще. Поэтому на широкие массы рассчитывать не надо. Если вы хотите продавать продукт для дебилов, пожалуйста, найдите этих дебилов, и покажите им этот свой продукт, и объясните им как для дебилов, чтобы они поняли, что вы хотите им продать. Тогда они вас его купят. Точно так же и с вашими научными исследованиями. Если вы хотите кому-то объяснить, что вы делаете, попробуйте это объяснить пределетнему ребенку сначала. Если у вас получится, это нулевой уровень приближения. Тогда вы можете пытаться объяснить это людям, которые, может быть, вложат ваши проекты какие-то серьезные деньги. Попробуйте, кстати, попробуйте поучаствовать в корпусе. Кто из вас участвовал в конкурсивном биле? Нет? А что? Я же не слышал. Да ладно. Вы что, серьезно что ли? Я думал, я уже все могу, все-все видел. После того, как в фундаментальном институте мне сказали, что не знают о существовании фонда династии, я думал, что видел все. Конкурс УНИК – это конкурс фонда «Содействие и инновация», в просторечии известный как фонд Мёртника. Это конкурс грантов. Для студентов аспиратов, в принципе, молодые ученые там тоже могут участвовать, и даже, в принципе, не очень молодые, могут участвовать в этом конкурсе. Очень простой конкурс. Вы должны представить свою научную работу и показать, как ее можно коммерциализовать. Там есть 7 критериев, по которым вы должны свою работу описать. Актуальность, потенциал коммерциализации, что-то еще. В нулевом приближении. Никто от вас не требует каких-то там бешеных финансовых расчетов. По-хорошему, ваша презентация должна состоять из 9 слайдов. Первый – здравствуйте. 7 следующих слайдов. Это каждый один критерий. И последнее – спасибо за внимание. 9 слайдов. Это я вам сейчас открываю буквально страшную тайну, потому что те люди, которые в нем участвуют в этом конкурсе, как правило, пытаются пересказать свои научные статьи как можно более глубоким научным языком и вводят в приемную комиссию состояния депрессии и заставляют оставить индулику по всем параметрам. Вместо того, чтобы внятно рассказать, чем он на самом деле там занимается. А побеждает обычно человек, который показывает красивую картинку, что-нибудь там где не шевелится, а камушек красным пареном пустит, потому что вот наглядно, красиво. А что, какой-то приз? 400 тысяч рублей. А два года? Ва, лично. А отчетность? Минимальная, там немного, правда. Очень простой для того, чтобы… То есть конечная задача с точки зрения «умника», конечная задача человека, который будет участвовать в этом конкурсе, довести свои исследования до конца и в конце создать малоинновационное предприятие, которое будет дальше заниматься уже коммерциализацией этой разработки. Вот. Не все доходят до стаи малого инновационного предприятия, честно вам скажу. И фонд на это закладывается и спокойно к этому относятся. Вот. Ну просто те люди, которые доходят до стаи малого инновационного предприятия, у них уже есть шанс поучаствовать в более серьезных программах фонда и получить там по 20 миллионов, по 300 миллионов и так далее. В зависимости от программы. Но попробовать себя в этом… Почему не? Конкурс прямо сейчас идет. Пожалуйста. Сейчас он в миссисе будет. Я там в жюри побольше никого не сделал. Не надейтесь. Подготовиться к нему можно, это не сложно, правда. Даже и просто для того, чтобы попробовать в этом направлении, подумать, для того, чтобы сдвинуть свои мозги в сторону именно конкретных работ. Не конкретных, в смысле прикладных, а чтобы вы сами начали понимать, что вы делаете, чтобы вы видели цель своей работы. Это вам потом, в конце концов, будет на пользу. Вот. Как Мамбаслов не так сказал. Совсем, наверное, мозги забыли. Вопросы еще? Да, давайте. Вот, может быть, из серии того, чего не хватает. Да. По большому счету, этих знаний не хватает никому. То есть и нынешним студентам, которые учатся, и те студенты, которые были вчера, но сейчас они учатся. Да. Поэтому, может быть, стоит какой-то специальный курс, просто обязательный, в любой программе. Так вот вы сказали, что там какая-то математика не вся нужна. В общем-то, да, не вся высшая математика, которая преподается, бывает нужна. Она структурует мозги. То есть это так же, как не вся цепочка от Нира до Мокра или до Коммерции. Каждому бывает нужна. Но это сейчас не нужна. Может, что бывает через неделю или через пару. Не узнать про нее нужно. Во-первых, эту такую рыбу сделать, которая была бы динамическая. И которой могли бы ее запрашивать параметры, как раз те заинтересованные структуры. Венчурные фонды, фонды чего-то, которые с другой стороны участвуют. Да, я понял. Вопросы. Понимаете, да? Да, я понимаю. Вопросы. Вопросы. Ну, лично я про себя скажу. Я не обладаю вообще даже базовыми. Хотел бы как-то вот у вас черпнуть хотя бы за базовыми. А потом уже там, например, о каких-то подробностях в уже существующей картине. Я понял. Смотрите. Есть, во-первых, в ведущих вузах такие программы уже реализуются. Отлично. Есть целый класс программ в Балманке. Есть курс технологического предпринимательства в МФТИ. Есть межрукальтерский курс. Они его проводят. В МГУ он проходит в фундаментальной библиотеке. Там что-то человек по 600 каждый раз сидит, они слушают его. Туда приезжают ведущие бизнес-трекеры, всякие разные, там, из осколковых, международные, всякие курсы приезжают. Это в МГУ. Такой курс, скажем так, в МИСИСИ, в ГИМО, в общем, скажем так, топ-30 ведущих наших вузов, они уже так или иначе по программу реализуют. Более того, сейчас, опять же, уже неоднократно помянутый фонд развития интернет-инициатив запускает в 20 вузах прям такую системную программу, семестровый там курс, насколько, да, именно посвященный проектной деятельности, научному предпринимательству. То есть процесс идет, можно присоединяться. Если, скажем так, человек со стороны, да, совсем, и к этим вузам никакого отношения никогда не имел. То есть если имел, можно по старой знакомству. Проблема, в основном, в том, чтобы зайти на территорию, как правило. Какой приведет, по-моему? Да, ну, это вот, да, надо снять, просто технология прохождения известна. Информация о бизнес-инкубаторах, она на сайте вузов есть. Информация об этих курсах, ну, тоже, как правило, есть. Сергей, вы правильно сказали, что эта вся информация в интернете есть. Только вам нужно 20 человек из углов собирать ваш замечательный сайт. Это самое предстоит и любому человеку, который скажет, да, мне это надо, где бы мне найти информацию. И он тут же умер на 62-й странице интернета. Ну, в данном случае это вам все просто, да, вы заходите в нашу базу источников поддержки, выбираете поддержку образования, и вот они вам нужны все. Ну, вот уже дальше вы выбираете все вузства, которые хотите, вот, в котором хотите учиться. Или, если вы, ну, или можно на, опять же, на портале «Малый бизнес в Москве» учиться, или на сайте «Неверсайны». Они вообще не привязаны ни к чему, там, может учиться, вот, пожалуйста. Причем там очень хорошо, там, интерактивно. То есть, они дают тебе задания, ты их выполняешь, отсылаешь, они тебя еще хвостят при всем народе, да, и там, и очень полезно. Очень полезно, очень полезно. Опять же, сейчас в институтах развития, вот таких, как «Федеральная оселевая программа», «Фонд Уборника», есть внутренние программы акселерации проектов. То есть, если ты туда зашел, то тебя берут за шкирку и доводят твой проект по бизнес-составляющим до тех параметров, которые интересны уже покупателям, скажем, промышленные, ну, там, индустриальные партнеры. Но это уже именно про проекты. А по личному обучению, пожалуйста, возможностей очень много. На территории Москвы тоже. И в других городах тоже очень много. Это был пользователь. И... Да. Еще вопросы. А я, кстати, понял ответ на ваш вопрос, кому это интересно. Это интересно помимо ученых кому, да? А я понял, что это еще интересно помимо ученых преподавателей. У меня даже были такие запросы на это, чтобы сделать, чтобы на основании того, что информация, это вот, у меня ученые преподаватели подкрасывают, я усердиваю, что помогла поработать со студентами с этой информацией, которые у меня были вопросы. Да. Ну, это интересно для ручки и так далее. Ну, что вы, коллегами? Ну, не мало чего. Дальше. Ну, какой положительный выход в чем? Положительный выход, что в любительских преподавателей включают в себя интересный контент, который они могут использовать, работать с студентами на этой цикле. Ну, не понял. Ну, как? Ну, например, я подаю лантовую химию. Как мне было в вашем случае? Ну, вот еще два примера. Примеры, так, то есть, в Катаре, мне писало письмо, ну, скажем, на перецентрисидации, там, в Катаре, как у нас подавали эти вот в исполнительные, в университете, на Магрите, с Катнироволоке, да? Вот. Я сказал, представьте, мне подавлюсь к вашему информацию с этими вопросами, ну, в их цели, да? Чтобы в Катаре, в возрасте, когда люди, я могу спросить. А я забыл спросить, а что вы спрашиваете? Ну, скажем, какое событие до последних двух лет в области научное? Научное. Да, да, да. И смертных властей ваших смертных. Ну, в идите колонку в строительском варианте. Зачем вам отдельный проект? Потому что. Только у вас конкурент будет, силен, по-моему. В вышке тоже есть дайджест. В вышке дайджест есть, да. Где прямо изображение у человека, он советует какие-то научные смертные. Это не стоит отдельного финансирования, скажем так. Вы можете вполне предложить эту колонку существующим научным СМИ, научным популярным, и получать задел догора. Например, тройскому варианту. Вот он в катушу Рейнгера. Если это совпадает с их цельными задачами. Давайте так. Если у кого-то вопросов нет, ему уже неинтересно, вы можете спокойно идти искать. Потому что вечер суббота. А кому интересно, давайте мы можем остаться еще поговорить. Потому что то, что я вам рассказал, это алфавит. А Бухарин и Глеб Толстой все еще впереди. Спасибо вам. Спасибо.